И тут он мне и говорит, Рома, у меня не получается двигаться под музыку, как у тебя. А я ему, эй, Тимати, брат, расслабься. Повторяй за мной. И пошло-поехало. Опять врёшь? Нет, это не я. Это мой род. Накажи его поцелуем, крошка. Ну что, всё так, как я и говорил? Нет, всё так, как говорили девчонки. Тогда давай попробуем язык пропеллер. Послушай, прежде чем я опущусь ниже плинтуса, давай ещё раз уточним. Ты точно сможешь достать билеты в первый ряд на концерт фабрики звёзд? Эй, это я научил Децела говорить йоу. Конечно, я достану эти билеты. Ну теперь давай, покажи мне, как твои губы играют музыку хип-хопа. Сколько раз я вам в шпане говорил, чтобы вы отстали от твоей дочери. Папа! Да не боюсь твоего папы. Мелкая насекомая. Смелый мальчик. Люблю таких. О, Робка, привет. Папа, включи свет. Зачем? Включи свет. По-твоему, это Света? Отвечай. Серьёзно? Молодец, сынок. Здрасте. То есть это твоя девушка? Иди-ка сюда. Сядь. Так, руку вот так. Даша! Даша, иди сюда! Ты должна это и видеть. Да и фотоаппарат прихвати. Ну! Ну я пойду. Позвони мне. И помни, чем ближе я окажусь к сцене, тем скорее откроется занавес. Гена! Гена! Что случилось? Лена с Толиком опять играет в поле чудес на раздевании? Ещё круче. Наш сынок наконец-то привёл домой девочку. Да ты что! Ген, ну мы же договаривались с тобой не смеяться над ним, когда он рядом. Спокойной ночи, сынок. Не переживай. Годам к сорока ты научишься обращаться с женщинами. Не то, что некоторые. Не понимаю, почему никто не видит моё обаяние и сексуальность? Я ж вижу. К счастью, теперь у меня есть девчонка. Кстати, пап, мне нужно полторы штуки, чтобы сводить её на концерт. Иначе она пойдёт туда с кем-нибудь другим. Папочка, а вот сколько много раз я тебе говорила, как сильно я тебя люблю? Сколько, Свет? Ого-го, сколько. Я про то, сколько денег тебе надо. Вот и я говорю. Ого-го, сколько. Пап, ну мне очень нужны деньги. Понимаешь, у нас в школе моделей будет выпускной вечер. Тебе надо новое платье. Мне надо дать денег охранникам, чтобы они меня пропустили. А, Свет, забудь об этом. Ты же знаешь, с каким трудом папе достаются деньги. И я считаю, что мы должны их тратить только на самое необходимое. И на это самое необходимое он даст их мне. Так, пап? Я понял ваши требования. И я поступлю так, как поступил бы мудрейший царь Соломон. Я оставлю деньги себе и схожу завтра в стриптиз-бар. А теперь раступитесь перед царём, плебей. А я пойду наверх спать с сибирской язвой. Всего 200 рублей за фотографию с таким телом. Уверен. Все женщины мира мечтают об этом. Когда я стану большим и сильным, я сделаю с ним то же самое. Что сегодня за день? Полтинник не так уж и много, чтобы сфотографировать. все это. Ага. Для пособия по анатомии. Эх, барон, мы так с тобой похожи. Ну уж нет. Во-первых, у меня уже был секс. А во-вторых, мне хватит совести умереть в 13 лет. Интересно, как дела у Светки с её бизнесом? Вон она, эта торговка плесенью. Ай, помогите! Кто-нибудь, откройте подъезд! Я код забыла! Рома, какой код? Четыре! Как и твой IQ! Ай, откройте! Откройте! Откройте, Рома! Скорей, скорей! А теперь будем встать в следующий раз. А она там разлилась на дверь. Спасибо. Чуть-чуть не успел. Блин, дурацкая, ужасная, тупая работа. И для этого я 10 лет учила алфавит. Сколько заработала? Нифига. Никто не хочет покупать эту лапшу. А у тебя как? Ну, знаешь, я ещё не начинал. Могу тебе сразу сказать, что нечего даже заморачиваться с этой фотографией мистера Олимпа. Там он через дорогу, он на соседней улице может сфотографироваться с живой таксой и даже бесплатно её потрогать. Света, это та лапша, которую в прошлом году просыпали за плиту? Нет, той лапшой мы месяц назад травили тараканов. Поэтому он валялся за мой. А чё, вроде как и пахнет ничё. Будешь? Ну на. Ой, вот почему мне мама запретила целоваться за деньги в 10 лет? Сейчас бы я хоть как-то могла существовать. Блин, ну я никак не могу пропустить выпускной вечер. Но я уже всю голову себе сломала. Рома, всё приплыли, и у меня мозги начали кипеть. Свет, успокойся, успокойся. У меня есть идея. С этого момента я буду за тебя думать, а ты будешь за меня работать. Доходы поделим 30 на 70, идёт? Так, подожди. То есть ты хочешь сказать, что я буду делать всю работу? Ну, тогда мне 30. Так скажешь. Так скажешь. Ох, обожаю делать покупки. Кстати, посмотри, я не купила ничего лишнего. Саша, скажи, а зачем ты отбежала в сторону, когда мне не хватило денег, а? А потом ещё тыкала у меня пальцем и рыжала. А смотрите, смотрите, какому-то придурку денег не хватило, а? Гена, тебе бы хватило денег, если бы ты не стала покупать всякую ненужную фигню. Вот скажи мне, пожалуйста, зачем тебе носовой платок и грибочек для штопки носков? Чтобы штопать носки и плакать. Нет, нет, только не сегодня. Сегодня я хочу куда-нибудь сходить. Даша, мы с тобой 3 часа куда-то ходили. Ты купила себе бельё, рядом с которым я не буду спать, даже если в нём не будет тебя. И поэтому я сегодня не хочу слышать тебя ни писка, ни скрипа, ни даже шороха туалетной бумаги. Гена, ну я хочу куда-нибудь сходить. Привет. А с вашей стороны очень опрометчиво оставлять дверь открытой, особенно в такое время. А вдруг сюда ворвётся маньяк и убьёт вас? Нет, мои желания никогда не сбываются. Гена, мы с Леной решили провести сегодня этот тихий вечер дома. Взяли DVD в прокате. Хотим посмотреть на нашем DVD-проигрывателе. Ну зачем ты это всё говоришь мне? Это же наш DVD-шник. Помнишь, ты месяц назад заходил за бутылкой пива? И мы тогда совершенно случайно сказали тебе «Бери, что хочешь». Ты, очевидно, нас неправильно понял. И, кстати, где мои маленькие розовые чашечки? Да, Даша, ты не брала, Ленин Ливчик? Ген, а давай знаешь, что сделаем? Пойдём к ним и будем смотреть фильм вместе. О, Лен, будь здорово! С вас кино и закуски, а с нас DVD-шник. Не-не-не-не-не, ни за что, не. Пап, я только что нашёл работу для Светки. Она будет нянькой на сегодняшнюю ночь. Так что вам с мамой придётся весь вечер просидеть в спальне. Гена, я покажу тебе моё новое нижнее бельё. Я надену трусики танго, и мы будем танцевать всю ночь напролёт. Кто последний добежит до вашей квартиры, тот сидит рядом с Дашей. Нянькой? Фу, ненавижу. Я уже была когда-то нянькой. Представляешь, меня заставили сидеть с каким-то мелким орущим паразитом. А я держала его над унитазом за ногу и хотела смыть. Не помню, кто это был? Ну ладно, надеюсь, это у него не осталось на всю жизнь. О, это, наверное, клиент. Не понимаю, почему кто-то должен платить мне две тысячи рублей просто за то, чтобы я посидела с ребёнком. Свет, я не говорил с ребёнком. Я сказал с семьёй. С какой семьёй? С Хабаровыми. Свет, если что, деньги у меня, мне пора на концерт. Пока. Ром, 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 не оставляй меня, я же твоя сестра. Ну, кто тебе важнее, какой-то концерт или твоя родная сестра? Ну, я надеюсь, вы сегодня будете послушными мальчиками и девочками. И что же, Шашлама, за речи, я писал скрытку. Могите! Так, выбирайте, что будем смотреть. Анна Каренина. Титаник, глухонемая любовь и тот диск, который был в проигрывателе. Грудастые монстры с Юпитера. Не, ну, монстров я уже смотрел. Но могу посмотреть ещё раз? Не буду рассказывать, о чём фильм, но тетюны там. Давай посмотрим. Ну, если да, мы, конечно, не против. Мы посмотрим его следующим. А давайте посмотрим «Титаник». А то я его не видела. Пока он шёл в прокате, я уговаривала Гену заняться любовью. Подожди, 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 да? «Титаник» — это тот фильм, где полторы тысячи баб тонут в ледяной воде? Отлично. Всю жизнь мечтал посмотреть. Вообще-то, это сложная многогранная история. Здесь говорится об отношениях двух молодых влюблённых из разных слоёв общества. Врубай давай, а! Надеюсь, они будут тонуть голыми. А потом посмотрим грудастых монстров с Юпитера. Ой, Гена, для тебя и на этой планете груди, как неопознанные объекты. Ты знаешь, Лед, он их, конечно, обожает, но совершенно не знает, что с ними делать. Он иногда ночью проснётся, сожмёт мою коленку в ладошках и бредит. Ну же, крошка, покажи, на что ты способна. А я же не виноват, что у тебя теперь всё на уровне коленок. Так, давайте кино смотреть. Бип-бип И пошла классная... Красная. А, ну да. Красная шапочка... Ку. К бабушке пирожков отнеси. Молодец. Да. Шла она по лесу, а на пути её встретил серый войлок. Господи, как же это тяжело. Ребята, давайте я вам так расскажу эту сказку. Короче, пошла эта панама к бабке. Там её этот серый волк и сожрал. Когда пришли охотники и вытащили её из волка, её сделали королевой красоты. А звали её Света. Круто, да? Она была моделью. Всё почему-то её считали тупой, но это было совсем не так. Вот. В общем, она была такая красивая, что все парни сказочной страны, они мечтали. Но вместо того, чтобы поехать на бал, её заставили нянчить семерых сопливых козлят. И если сейчас хоть один из них обольёт меня из этого пистолета, его ждёт мучительно долгая смерть с дикими воплями, точно так же, как и всех его ближайших родственников. Смерть придёт от лап дикого и ужасного зверя, дракона по имени Барон, который не ел тысячу лет. Ну, вот и сказочке конец. А кто слушал, молодец. Ну и что вы из этого поняли? Ты умрёшь сегодня ночью. Хороший фильм, правда? Да. Хороший. Отличный. И зачем я только женился? Всё, что я хотел в жизни, это играть с пацанами в теннис. Ну, может ещё погонять на мотоцикле, посмотреть мир. Поехать в Москву, стать звездой. А ещё лучше порно-звездой. Хотя... Что за жизнь? Как я докатилась до этого? Почему какие-то дуры катаются на кораблях с миллионерами, а я сижу здесь замужем и с двумя детьми? Дура, зачем тебе этот лох? Там же полный пароход богачей. Чтоб ты утонул. М-м-м, Даша бы это оценила. Я знаю, о чём они все думают. У Лены самая маленькая грудь в этой комнате. Ну и что? А мне нравится. Я счастлива. Счастлива, ясно? Они идеально подходят для моей фигуры. Я всё могу носить без бретелек. И поэтому я самая счастливая. Счастливая, я говорю. К тому же я умная. У меня много мозгов. Вот что на самом деле ценят мужчины. Яблочки. На себя посмотри, стручок. Тихо! Тихо! Интересно, Толик полез бы меня спасать, если бы я тонула в ледяной воде? Ведь от холодной воды морщится кожа, а грудь становится ещё меньше. Может, я, конечно, и полез бы её спасать, но вообще-то этим должны заниматься спасатели. Хотя, если что, мне, конечно, будет её не хватать. Ой, а вот Гена меня спасала только на выпускном. Да и то, когда мы напились и в фонтан полезли. Или это был не Гена? Не, ну нафига мне кого-то спасать? Тем более Дашу. Да, Даша холодная, я чё, дурак. Впрочем, такое, как Даша, вряд ли тонет. Скорее бы они все утонули. Ну, я одной нормальной тёлки. Молодые годы я бы давно отбил у этого хлюпика богатую тёлку. Ну, я ж в молодости был клёвым парнем. Звезда футбола. Юбий. Сильный. Быстрый. Неудержимый. А сейчас что? Сижу тут с небес, смотрю эту фигню. Первый тайм мы уже отыграли. И одно лишь сумели понять. Чтоб тебя на земле не теряли, Постарайся себя не терять. Ничто на земле не проходит бесследно, И юность ушедшая всё же бессмертна. Как молоды мы были, Как молоды мы были, Как искренне любили, Как верили в любовь. Привет, Свет. Всё прошло отлично. Я был с ней на концерте. Я был с ней за кулисами. Я был с ней. Я был так крут, Ты б меня видела. Ну, ма, Может, ты меня всё-таки отвяжешь? Ну, пожалуйста. Ну, не знаю. Скажи, Ты бы сильно расстроилась, Если бы я потратил все твои деньги На своём свидании? Да я бы тебя убила. Ну, тогда увидимся утром. Спокойной ночи. А, если что, Кричи я наверху. Я весь вечер был плохим парнем, А это дико выматывает. Чёрт, где же он спрятал деньги? Света, нашла? Ай, нет, мам. Вскрывать ничего не было. Рома! Ты целый час проторчал в чулане. Нашёл что-нибудь? Нет, мам. Мам. Ой, 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 мам. Нет. Ой, это не моё. Меня подставили. Итак, дети, У вашего отца есть деньги. Я знаю точно. Сегодня мне было откровение свыше. Я утром заказала пиццу с оливками. И оливки выглядели, Как нолики на тысячи рублей. Это верный знак. Ты утром заказывала пиццу? Ну, да. А вы где были? Ах, да, я забыла. Вы так сладко спали, Что я не стала вас будить. А это была ваша любимая пицца? Со всем-всем-всем и со чулсами. Да, я её съела за ваше здоровье. За тебя, Ромочка, два куска, А за тебя, Света, три. Ну ладно, за меня больше. Так, вернёмся к работе. У папы есть деньги. Это точно. Кто сходит наверх И посмотрит в ящики С его нижним бельём? Ладно, я проверю сама. Тем более, что у него всего-то одна пара. Ты, Рома, Поищешь в мусорном ведре. Эй, ничего, Рома, Тебе не привыкать. Ты, Света, На заднем сидении машины. Ничего, Света, Тебе не привыкать. Теряем время. А время? Деньги! Света, Света, Субтитры делал DimaTorzok Так, так, так Поздно, поздно Какая гениальная идея Спрятать деньги туда, куда мама боится заглядывать Ты неправильно понял Тогда зачем тебе такая куча денег? А, ты хотел свалить от нас Ты все правильно понял Сынок, я еду на обувную конференцию Каблук-2007 Да, я думал, после того, как на прошлой конференции Ты стучал ботинком по трибуне И обещал всем показать Ромкину мать Тебя навсегда исключили из нее Меня да Но Василия Набойкина никто ниоткуда не исключал Это мое новое имя Пап Зови меня Василий Василий Да Только самому последнему болвану захочется ехать и участвовать в обувной конференции Я понимаю, мой отец У него давно шурупов не хватает Но тебе-то это зачем, Вася? Чтобы быть в курсе прогрессивных тенденций на рынке обуви Чтобы обмениваться информацией о последних обувных новинках Чтобы понимать маркетинговую политику в обувном бизнесе Но и самое главное Чтобы клеить крутых телок Скажу тебе по секрету В этом году конференция пройдет в Сочи Сочи Это же город грудастых телок и высокой культуры Самое главное это обувные тенденции И маркетинговая политика Смотри, что у меня есть Представляешь, сколько телок поведутся на эту туфту Да, остальным членам семьи ни слова Клянусь, пап Когда мы едем? Мы никогда не едем Я еду один А ты, сынок, ты стоишь в доме за старшего И в силу мужской солидарности Сохранишь тайну своего отца Мам, Свет! У папы есть деньги Он собирается один свалить в Сочи Я так и знала Я так и знала Оливки на пицце никогда не врут Он собирается один уехать в Сочи Ура, Сочи, я увижу мертвое море Черная дурочка Не важно, после вашего отца любое море Черное и мертвое Так, мы никуда не едем Я еду Один Тот, тот, тот Надо обязательно заскочить на Нрузийский пляж У меня там дела Нет Еще заглянем на сочинский кинофестиваль Вы представляете, я возьму автографа самому Шрека! Нет! А самое главное, по дороге на пляж мы заскочим в самый дорогой бутик. Я куплю себе самый шикарный и крутой купальник. Нет, нет и нет. Вы можете сколько угодно кричать, плакать, ты, Даша, можешь угрожать мне сексом, но я, Василий Набойкин, холостой, молодой кинопродюсер, еду один. Блин, да сколько можно, а? Давай заводись. Да чтоб тебя, заведешь ты сегодня или нет, а? Э, пап, ну ты что, первый день за рулем? С машиной нужно обращаться так же, как и с женщиной. Да? Спасибо, сынок. Надо попробовать. Слышь, хорош халтурить. Работай давай. Ура! Поехали! Пап, осторожней, впереди ограждение. Не мешай, Рома, папа знает, что надо делать страйк. Ну, а где мое бесплатное пиво? Пап, впереди река, может, объедем? Нафига. Так, переправимся. Света, закрывай окно. Ой, пап, мы скоро приедем. Через 48 часов. Я в туалет хочу. Терпи. Долго терпи. 48 часов. Рома, посмотри по карте, здесь направо или налево? Налево. 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 Спасибо, дети. Ну, где мы теперь находимся? Слышь, Дормедон, Тетерева бить пора. Возомнила себе Китерева. Дорин ты. Это не я, Дормедон. Это ты, Дормедон. А может, и я. Или я. Он как? Э, Тетка Матрена, давай-ка, пожрать приготовь. Эй, гляньте, люди. Отродясь, такого не видал. У нас и люди. Пап, где мы? Где бы мы ни были, но здесь все же лучше, чем в спальне с твоей мамашей. Гена, похоже, мы все-таки прибыли на какую-то там обувную конференцию. Сейчас разберемся. Слышь, шестизубый, где не сможет машину починить? Так в городе. А город далеко? А город? Города здесь отродясь не было. Даш, поговори с ними. Похоже, это родственники твоих родственников. Короче, мужики, кто первый из вас дотолкает его машину до автосервиса, получит новенькие, хрустящие. Десять рублей. А, это вообще-то стоит четыреста. Ну, для такой красивой девушки мы дотолкаем за двести. И если ты с нами сходишь на сеновал. Видишь, Гена, даже эти аборигены находят меня сексуально привлекательно. Я тоже находил, если бы, как они, завтракал бутылкой водки. Ладно, сколько у нас денег осталось? Семьдесят пять рублей. И всё? Было бы больше, чтобы ты не заезжал в Уральский музей сексуальных ремёсел. Не, ну я хотел просто посмотреть. Ну? А не покупать сувениры. Ну, раз уж заехали. Да. Похоже, у нас только один выход. Позвонить Лене, попросить её выслать нам денег. Она не вышлет. Ну, а ты скажи, что я умер. Родите при смерти. А вот это идея. Это может сработать. Вон телефон. Ой, пап, так пить хочется. Купи попить. О, три копейки. Как старые добрые времена. А, так, а кто мне разменяет? Рубь по три копейки. Сколько? Так это, это обдираловка, это... Ну, тайга большая, ищи дешевле. А, хорошо. А, хорошо. Ой, денёк, чувствую, будет отличным А скоро ещё ленины денежки придут, ка Сниму-ка я обувь, а Ну и как? Спасибо, конечно, большое, но, думаю, я откажусь А почему? Ну, не могу же я выйти замуж за двоих А мы замуж тебя не звали А мы не замуж Эй, городская, эй! Хочешь большой и чистой любви? Я? Не, не, я не хочу Зато я знаю парня, который хочет Не, парни, это не по нашей части Парнями это больше тётка Матрёна увлекается Ой, всё, Ромка, я договорилась Сегодня ночью пойдёшь лежать с невинностью Ты смотри, сколько рыбы, а Такая рыбища Только это не я, это он Решил ноги в речке сполоснуть А рыба-то и повсплывала Он ещё по пояс хотел зайти Ну, в любом случае есть её уже нельзя Ну что, мужики? А что у вас в деревне из культурной программы? Так всё, концерт, всё я сказал Концерт окончен Хотите продолжение гоните ещё пять рублей? Даю ещё пять рублей И пусть маляц на голове постоит Может, больно его хорошо получается Ну, прям, не на любую из премьев Нет, мальца уже вот мозоль на всю голову Мне здоровье ребёнка дороже Шесть рублей? Ром, пошёл Так не пойдёт Пусть за шесть рублей Молодка тогда ещё булками потрясёт Нет, я больше не могу Ну, у меня уже потолочный удар Здорово, Дермидонт Ну, слышь, тебе говорят А Дермидонт слышу Всё, надоело мне в земле ковыряться Продаю участок, достаю машину и в город Слышь, мужик Как ты думаешь В городе миллионов за шесть Можно нормальную тёлку снять? А-а-а Чёрт, а Камень в сапог Опять завалился А ты проклят А у меня этого золота, как грязи Мужики Кто купит у меня участок, а? Не Я в этом месте поиздержался Я не могу, тоже У меня радикулит И мне доктора не велят За золотом наклоняться Нет, нет А я бы на машину поменял Ну Машины только у меня нет Не везёт Пап, у нас есть машина Тихо, тихо, тихо Ну-ка, давай видно, что нам это интересно Ага Слушай, пап А если это не золото? Есть верный способ проверить Золото! Слушай, мужик, у меня есть машина Жена и двое детей забираю Всё, только продай мне участок Даже не знаю Ну, вроде, мужик, ты хороший У тебя всё есть И машина, и жена, и дети А чё тебе ещё надо? Золото, оно портит людей Оно калечит душ Брат идёт против сестры Жена против мужа Родители против детей Дети против родителей И все уже не уважают друг друга И все хотят друг другу смерти Ну-у-у Ну, у меня сейчас то же самое Только без золота Светочка, дай зяде ключи От папиной машины Это пятёрка Тёмно-грязного цвета Не перепутайте У неё вместо номера Нарпись, продюсер И пробег 600 тысяч километров 583 Пятёрка Хорошая машина Я жену свою Пятёркой переехал Отличная история Потом обязательно расскажешь Пойдём на моём Немножко золота Погоди, сынок Золото его Так просто-то не возьмёшь Ему нужны кирки Лопаты Ружья От бандитов отбиваться Опять же лошади А где я всё это возьму? У меня Так в моём магазине Мир кирок и лошадей В тайге В тайге Сегодня как раз скидки О, Лена приехала Вон она Прискакала на своём такси Так, дети быстро Притворитесь инвалидами Гена, умри Да Даша, Даша, что случилось? Дети живы? Лена А я не думал, что вы приедете Я думал, вы просто пришлёте денег Мы не могли не приехать Такое же нечасто увидишь Лена, ну ты привезла деньги А? Да, конечно Вот, держи Ой Толик, смотри, бедная Гена Он уже разлагается Дальше Дальше О, Лена Гена О, чудо Лена, ты привезла чудотворные деньги Он жив Так-так Как я понимаю Зверёныши тоже не при смерти? Нет, нет Когда растёшь в таких условиях Здоровье самому по себе страдает Сами понимаете Дети, идите поиграйте лучше с дармидонтами Даша Как ты могла? Когда мы сказали людям, что Гена умер Весь район вышел на улицы Все пели и плясали пять часов подряд Даша, это жестоко Почему ты это сделала? Почему? Почему? Вот почему, Лена Вот Это золото Даша, Гена Только не говорите, что вашими дурьями головами Овладела золотая лихорадка На дворе двадцать первый век Только полный идиот может в наше время Соболеть золотой лихорадкой Золото Золото Я люблю тебя Я обожаю тебя Ты мой кумир Ты мой фетиш Повелевай мной Выходи за меня замуж Золото Да Похоже, золото действительно настоящее Где вы его взяли? Не скажу Лена Мы купили золотоносный участок Вон у того оборванца Но у нас нет денег на оборудование Сейчас все уладим Ну не знаю, не знаю, старик Что-то мне не кажется Что этот крохотный кусочек Очень дорого стоит Как знаешь А много на твоем участке таких Камешков Достаточно Хватит на безбедные старости тебе Твоему парнишке Эй, убери свои грязные лапы Я его жена О как Говорили мне, что в городе такое сплошь рядом А я-то не верю А сколько ты хочешь за оборудование? Ну, чтобы много с вас не брать Тысяч пять и браслет твоего Женушки Да фиг тебе Это браслет моя бабушка По рукам Я богат Я богат Тихо, тихо, тихо У вас только оборудование А у нас участок Так что мы Партнеры Напарники Вперед На поиски Золота Итак Семья Букиных И семья Полена Отправились на поиски Золота Сможет ли Гена Разбогатеть И наконец-то построить Во дворе Персональный туалет С туалетной бумагой Нежный, как шерсть Молодого ягненка Сможет ли Даша Разбогатеть И наконец-то завести Настоящий гарем Из высоких Красивых африканцев С кожей цвета И бенового дерева Сможет ли Толик Убежать от Лены Со всем золотом Сможет ли Лена Отодрать собачку Дормидонта От своей коленки Удастся ли Свете Обменять все Свои самородки На новенький Блестящий Юбилейный рубль Удастся ли Роме Украсть у неё Эту монетку Узнает ли кто-нибудь Что барон Собрал друзей Пели песни Пели из унитаза Заказали кошек Сколько же дней Будет продолжаться Собачья свадьба В квартире Букиных Смотрите в следующей серии Счастливы вместе Чёрт Барон Раз-два Барон Раз-два Даш Ты прикинь Барон опять нагадил Под нашей дверью Ну почему нельзя Гадить на соседские коврики Как все собаки В подъезде Гена У тебя непослушные дети Отстойная работа Ленивая Но не важно Самое главное Никаких перспектив в жизни А ты переживаешь Что наступил На собачью какашку Гена Скажи мне пожалуйста Зачем ты купил яйца Ты что решил стать Настоящим мужиком Нет У меня был отвратительный день И мне нужно расслабиться Дашка Девка из соседнего подъезда Снимается аэробикой Во дворе В одних шортиках Да-да Мне Рома рассказывал Он целыми днями На неё пялится Стерва Ребёнка нашего партия Тихо Ай Попала Да она идёт сюда Так Туда Рома Ну пожалуйста Мне это очень надо Для зачёта В школе моделей Мне нужен полный лог Чтобы сделать из него Настоящего гламурного чела Ну все согласны Что ты идеальный вариант Свет Между прочим Я потратил много сил и времени Чтобы стать настоящим Казановой Теперь женщине Достаточно только взглянуть на меня И в ней тут же просыпается любовь Ой Ого 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 Нифига себе любовь Да, Света Иногда любовь это больно Ладно, Ром Я не такая, как другие Я не собираюсь менять твоё лицо Или твой идиотский характер Я займусь только твоей одеждой А что Тебе не нравится, как я одеваюсь? Между прочим В таком же плаще Нео однажды спас человечество Кстати Если ты вдруг не знаешь Этого мира не существует Это всё матрица Кстати Если ты вдруг не знаешь У нас здесь за углом Открылся гей-клуб Там все в таких плащах ходят Чё, серьёзно? Да Так вот почему пацаны во дворе стали меня чаще бить Свет Спаси меня Переодень меня Ладно, спокойсь, Кузимона Я тебя прикину так, что никто даже не подумает над тобой смеяться Так что пока я не сдам свой зачёт Можешь чувствовать себя в безопасности Обещаешь? Гена Гена, возьми меня снова Так это была ты Да Я-то думал, у меня мешок с цементом упал Иди, открой, это тебе Здрасте Простите, это прелестное животное ваше? Да, но я готов её продать Я про пса Первую вижу Это не наша собака Да, нам и детей хватает Аллергия на собак Но, может быть, вы знаете её хозяев? Не Я бы заплатил за неё сто тысяч рублей А-а-а, так это вы про пса! Так так вы и сказали А то, понимаете, ходите всё вокруг да около Да, это наша собака Так сказать, любимец семьи Стоп! Вот здесь остановочка Это не наша собака Это моя собака А что вы хотите с ним сделать? Принести в жертву? Пустить на колбасу? Сварить мыло? А-а-а Мне нужна, как бы это выразиться Его мужская сила Давайте я сперва у него спрошу Ну что, парень, ну Ну, я понимаю Он не самый красивый мужик на мире Ну, зато лицо у него доброе Не знаю Ну, что ты? Ну, закрой глаза Зашмурься Стись у них зубы, наконец Ну, вы меня неправильно поняли Ваш кобель нужен моей собаке Да Конечно Даша, давай Принеси ему Его ошейник Его праздничный ошейник Вы меня неправильно поняли Давайте я вам кое-что покажу Ну, нет-нет-нет-нет-нет Вас интересует барон Вот ему И показывайте Я владелец Брунгильды фон Раушен Де Роттенфельд Вот её родословная Она участница и призёр многих собачьих выставок А между прочим Брунгильда Лучший бернский зиненхунд России И я хотел бы повязать её с вашим псом Чью аристократическую породу я не мог не заметить Когда он гадил на колесо моего автомобиля Сучка, то есть Мой барон, он Зинен кто? Хунд Бернский зиненхунд Нифига себе Нет, я-то думал, он либо диванная сторожевая, либо чмотерьер Сам-то чмотерьер Как вы понимаете, разговаривают лучше со мной Ой, так как нам получить сто тысяч рублей? Надо повязать вашего чемпиона и мою суку Да-да-да, это мой чемпион Зато я лучше разбираюсь в сексе Команду голос я не давала Я вас внимательно слушаю На днях я привезу Брунгильду из Москвы И в случае удачной вязки Я вам дам сто тысяч рублей Вот моя визитка Ну не, давайте-ка поговорите со мной Аборт! Аборт! Дрессура! Ещё раз дрессура Так на чём мы с вами остановились? Вот моя визитка, позвоните мне И мы обговорим все детали Моя Брунгильда большая привереда Так что умоляю вас Почистите своему псу зубы Дашка, ты чего себе позволяешь? Да ладно, самое главное У нас наконец-то в доме появился кормилец Кобелёх ты наш Мороша, хочешь кушать? Мороша, я хотел тебя выгнать Теперь-то я лучше выгоню Дашку Блин, да где же он там застрял-то? Ром, ну давай быстрее Ну девчонки тебя уже все заждались Я не готов Да ладно, Свет, расслабься Дался тебе этот зачёт? Тебе скоро за собаку сто штук отвалит Я решила эти деньги отложить на спокойную старость Ну сами понимаете Годы летят, скоро двадцатник стукнет Всё, я готов Итак Уважаемые преподаватели Для демонстрации навыков стилиста Ну вот, за то, что я это прочитала Мне кажется, мне уже можно ставить зачёт Объектом для своей работы Я выбрала своего брата Ну вы помните, как он выглядел раньше? Ещё бы Ну вот А теперь Екатеринбургский Жигова Бровник Казановы Роман Фукин Встречайте! Для демонстрации Подобного Это пажа Эжопата Пата Эжа Ну в общем, стёк Вот Я ему тут оголила немножко грудь Ну или что там у него Вот Чтобы лицо Не бросалось в глаза И не портило всего марафета Ну в общем, вот что получилось Класс, Светка Тебе стопудово зачёт поставит Ладно, пойду переоденусь А потом повешусь На хвосте Рома Рома, подожди Может быть заглянешь сегодня ко мне в гости Ну, предки на даче И поэтому мы Эй Вообще-то это я хотела пригласить его в кино И вообще он мне всегда нравился Ну, тогда тебе придётся подождать Пока я с ним наиграюсь Большое спасибо девушке Но представление закончилось Клоун устал Кончайте прикалываться Я всё равно вам не верю А вот этому ты поверишь? А вот этому? Эй, он мой Нет, он мой Он мой Он мой Девушки, девушки, девушки Хватит ссориться Моего прекрасного молодого тела Хватит на всех Светка Скажи маме, что я вернусь Нескоро Да И пусть забьёт хавчиком холодильник Я уверен, когда вернусь Буду голодный Девушки Девушки Маман Папа Ну чё, как дела у барона? У него всё получилось с этой собакой? На диван Не совсем Барон облажался Нет Я удивляюсь Он наглым образом Не понимал, чего от него хотят Точно так же раз в три месяца Делает твой отец Так я напоминаю На кону сто тысяч рублей Только ради денег Я иду на это Пойдём наверх, Даш Покажем барону мастер-класс Парон Наверх Наверх, мальчик Мальчик Давай, пацан Давай Наверх Смотри во все глаза Садись О, Гена, ты был великолепен Не, я просто не понимаю Кто барона научил этому трюку? Я впервые видела, чтобы собака Закрывала лапами себе глаза Да нет, это всё фигня Мне интересно Почему он у меня так и не научился Самому главному, а? За тридцать секунд Вряд ли этому научишься Она шутит, барон Нет На самом деле я Я её повелитель Да И знаешь почему? Знаешь? Ну давай же Мы же хотим Показать барону, что секс это круто Ну давай О, Гена Ты мой повелитель Ты мой Ненасытный мустанг О, сладострастный гепард Повелевай мной Я буду просить пощады И всё равно Мной повелевай Да Чё это он лает? Ха Это по собачьей не верю Как у Станиславского Барон Смотри какая красотка А? Стройные ножки Шаловливый хвостик А на мордашке так и написано Иди ко мне Вот когда в следующий раз полезешь на ту сучку Сокрой глаза и представь эту пуделиху Барон Слушай его и учись Он знает, что он говорит Ты видишь, какая я счастливая? Вау! Гена Ты наконец-то перестал притворяться человеком Вот теперь я вижу, что эволюция обошла тебя стороной Кстати, когда научишься ходить на двух ногах Будь добрый, уйди отсюда подальше Вот, Барон, смотри Ну вот вроде баллонка, ничего Только Ноги тонковаты Титих нет Но опять же и тявкает больно громко Похоже, сегодня утром Гена высморкал свои мозги Даша, что случилось? В Гене наконец-то проснулся кобель О, да Но я собираюсь его усыпить Я просто пытаюсь научить пса настоящему мужскому поведению О, у нас в гостях Сергей Зверев Спасибо, девушки, но думаю, вам пора домой Барон, проводи девушек на улицу Эх, молодость Подожди, мне показалось, что ты действительно пришел с девушками Они теперь женщины Послушай меня, сынок Я, конечно, ничего не имею против твоих нарядов Вот, например, вчера я ни слова не сказал Когда ты напялил на себя юбку Это был шотландский киев, пап Ну да, конечно, да Я хочу знать одно Я надеюсь, ты, ну, ты не перестал любить песни группы любые, там, писать стоя Трятки, привет Ну что, Ромка вам уже все рассказал? Не все, но мы ж не слепые Да я не о том Мне поставили зачет Представляете, у нас одна девчонка привела свиню в пуховике Но я все равно переплюнула И зачет поставили мне Училка сказала, что мне пришлось работать с более сырым материалом Так что давай, чучело Снимай все эти трятки, мне их надо отнести обратно в магазин Сейчас Для девчонок я теперь лакомый кусочек И мне нужна эта яркая упаковка Ром, ты хоть понимаешь, что мне приходится платить аренду за эти шмотки 20 рублей в час Ой, нифига себе Это же в два раза больше того, чем платят за аренду тебя Привет, Свет Привет, Свет Это у него переходный возраст Это пройдет Я сам когда-то носил длинные волосы, серьгу в ухе Отращивал ноготь на мизинце Но тюрьма сделала из меня человека И из него сделает Да, чего мы зашли Кажется, с вашей собакой что-то не так Да, барон как будто с цепи сорвался Кажется, он решил покрыть всех собак в нашем районе разом И мусорный бак у нашего подъезда И пьяного дворника на клумбе Вот, и так каждый день Теперь понятно, почему у него не получается с Грунгильдой Его, на нее просто не хватает Я знаю, что надо делать А по-моему, это неразумно прерывать стучку барона с этой зверюгой в шипастном ошейнике Это что, Ротвеллер, да? Слушай, барон сидит в шкафу уже две недели Две недели воздержания, как я ему завидую А теперь смотри Барон, самка Зининхунда Белка и Стрелка Маша Распутина Не, ну я тоже люблю все натуральное Барон, маминой тапки Слушай, по-моему, он дозрел Слушай, Ген, а ты не боишься? Тебе же только вчера сняли швы Барон, иди сюда Стой, 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 стой Рванул как, а? Посмотри в него, Даша Он готов покрыть наши долги Покрыв сам Кузининхунда Гена, будь осторожен Я слышала, у Пуделихи с первого этажа сечка Гена, Гена А у боксерши из соседнего подъезда тоже И у сибирнаши из соседнего дома и подавно Понимаешь, крошка У каждого человека есть свое предназначение Кто-то должен петь, кто-то дать коров А я рожден, чтобы дарить женщинам свое тело А, Роман Возьми меня Света, почти уже Рома, боже Это костюм из бабушкиной скатерти? Оригинально Свет, почти уже пять часов, как папа ушел с бароном на дело Надеюсь, что сейчас он с деньгами на пути домой Да, было бы здорово А то мне не хватает на новые аксессуары Эх, Рома Зря я тебя в детстве не ругала, когда ты надевал мои платья Мы богаты! Мы богаты! Гена! Гена, ну давай же, давай же нам наши деньги Мам! Чего-то это, по-моему, не похоже на сто тысяч Ну, конечно, не похоже Это, скорее всего, похоже на иск на сто тысяч рублей Если присмотреться, можно увидеть, что это иск на четыреста тысяч рублей Да, две недели воздержания, это чересчур Хотя сначала Брунгильде даже понравилось Простите, покойный Брунгильде Гена, он что, ее до смерти? И после смерти, Даша Ну, ты не переживай, мне нужно выплатить эти деньги за три дня Так что меня ждут пара горяченьких деньков в убувном Хотя Если Обе мои дочки Подсуетятся и устроятся на автосервис То, возможно, я заработаю на блок сигарет Чтобы откупиться от сокамерников А то вдруг меня заставят носить Шотландскую юбку Пап, если тебе от этого станет легче Я отказываюсь от своей доли за случку барона в твою пользу По тебе я буду скучать больше всех, пупсик То есть, ты не получишь никаких денег, Рома? Ну, какая разница, если у нас есть мое роскошное тело Вот тебе Ой-ой-ой Да подумаешь, кругом таких, как ты, пруд пруди Девчонки, у него нет никаких денег Я должна это убедить Ген Расслабься, а Что они с нами сделают? Что, берут твою зарплату, что ли? Или твою Или, может быть, деньги, сэкономленные на учебу детей Или нашу пенсию Или наш страхок Да, Дашка, у нас ничего этого нет Зато У нас есть и мы Ну что, пойдем займемся нашим Любимым делом Ой, ты же лунишка Бежим, милая Так Выбирай снаряд Заряжай О, мой Робин Гуд Как насчет вон того мужика Около джипа Блин О, мой Робин Гуд